По всей стране в последние годы прошелся бум старорусских и старославянских имен. Родители называли своих детей Святослав, Всеволод, Милана. Что касается Рязани, то здесь можно заметить скорее более привычные русские имена и у детей, и у взрослых. Николай Петрович. Данил. Василий. Ирина. Георгий. Меня Елена зовут. Татьяна. Лина. Михаиловна. Татьяна. Алексей. Настя. Галина. Женя. Женя. А вас как? Саша. Тем не менее, обратившись в Главное управление ЗАГС Паризанской области, мы выяснили, что необычные для нашего города имена все же существуют. Некоторые из малышей появились с ними в июле этого года. Наиболее часто встречающиеся в этом году имена мужские – это, например, Матвей, Ярослав, Михаил, Даниил. Женские имена – Василиса, Ульяна, Анастасия. Бывают также редкие имена, к ним можно отнести, например, в этом году – Марсель, Николь, Платон, Каролина. Это те имена, которые получают дети в нашем регионе при рождении. Многие из рязанцев отметили, что редких имен среди своих знакомых не встречают. Но нашлись и те, которые озвучили то, что, по их мнению, кажется непривычным. Встречали редкие имена среди знакомых? Встречала. Агриппина, например, Стеклова к телевизору. А близких нет. Как вас зовут? Ольга. Ольга? А ребеночка? Юля. Юля. А какие-нибудь редкие имена встречали среди своих знакомых? У меня муж хотел ее назвать Клеопатрой. А вы встречали какие-нибудь редкие имена среди своих знакомых? Клеопатий, знаю. Платон редко встречается. Не знаю, Ульяна. Местислав вот сейчас встречали. Подружка, наверное, звала дочку свою Мартой, потому что родила ее 8 марта. Да? Да. А вот я просто... Еще знакомый меня назвал, мой одноклассник, назвал своего сына Елисеем. Да, с Думану Андреевну, женщину, взрослую знаю. Давая своим детям редкие имена, родители чаще всего хотят придать этому какой-то смысл. По мнению психологов, выбор имени при рождении влияет на жизнь и судьбу человека. Но это, скорее всего, не имеет отношения к гласным или согласным буквам, расположенным в имени. Да, некоторое влияние имя оказывает на судьбу человека, на судьбу маленького ребенка в том числе. Но смотрите, что интересно получается. Однозначно сказать, что вот это конкретное имя будет вот таким-то образом влиять на жизнь ребенка невозможно, потому что влияет не сам звук, которым называют человека, а скорее влияет тот смысл, который вкладывает родитель в имя своего ребенка. Интересно то, что редкие имена вызывают удивление или интерес только у взрослых людей. Так что если девочка, названная Евангелиной или Стефанией, отправится в детский садик, дети воспримут ее просто как обычного человека. Маленькие дети легко относятся к любому имени, потому что они слышат его впервые, и этот маленький друг или просто человечек ассоциируется. Только с этим именем другого невозможно. То есть влияние в детской среде малышей точно никакого имя не окажет. А среди подростков имя будет значить многое. Иногда случается так, что и взрослые люди меняют свои имена. В этом случае перемена имени точно будет оказывать влияние на жизнь человека. По исследованиям психологов, если гражданин решается на смену имени, то, скорее всего, он был чем-то недоволен. Возможно, он был недоволен звучанием или тем, что транслировали родители через это имя. Смена имени будет носить такой позитивный характер и позитивное влияние на всю жизнь человека. Это очень приятно в сознательном возрасте, но называться, наконец, тем, кем хочешь называться. Тогда и влияние нового имени будет однозначно положительное. Нельзя сказать, что изменится судьба, но изменится внутреннее самоощущение человека. И когда изменится оно, возможно, какие-то события в жизни и начнут происходить по-другому. Но в то же время нужно отметить, что негативную реакцию имя все же может принести. Чаще всего это происходит, если при рождении малыша родители дают ему имя, которое и именем назвать сложно. Например, гамбургер или боч РВФ 260602. Последний вариант имени решили дать своему ребенку московские родители уже 14 лет назад. Теперь мальчику никак не могут выдать паспорт. Конечно, это дело каждого из родителей. Однако, по мнению психологов, такие сложные имена воспринимаются тяжело как взрослыми, так и детьми. Они определенно выделяют детей среди окружающих, но не так позитивно, как ребенка с именем Клеопатра, Каролина, Астерия или Платон. Так что разнообразить общество редкими именами, конечно, нужно. Так оно станет еще красивее, насыщеннее и интереснее. Главное – не переборщить с идеями. Редактор субтитров А.Семкин